Математик Николай Лобачевский один из самых знаменитых ученых России. Будучи у истоков невклидовой геометрии, Лобачевский вписал свое имя в историю мировой науки своими революционными открытиями. Лобачевский был первым ректором Казанского университета из числа его студентов. Он пробыл на посту ректора университета 19 лет с 1827 года по 1846, а всего отдал своей альмаматор более 40 лет. Со свойственной ему энергией новый ректор сразу погрузился в хозяйственные дела. Он занимался реорганизацией штата, строительством учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий, поддержанием библиотеки и минералогической коллекции, а также участвовал в создании Казанского вестника. Николая Ивановича выдвигали всюду, где нужно было серьезно и ответственно работать. И в 1819 году ему поручили привести в порядок университетскую библиотеку, и с 1825 года в университете ввели должность библиотекаря. И с 1935 года он исполнял ее, будучи уже ректором. Также, помимо библиотеки, при Николае Лобачевском в университете был создан большой физический кабинет. Построена обсерватория, клиника и отремонтированы другие здания. По его инициативе начали издаваться ученые записи Казанского университета. Одновременно с преподаванием Лобачевский читал научно-популярные лекции для населения и неустанно развивал и шлифовал главное дело своей жизни – неевклидовую геометрию. Николай Иванович Лобачевский сам занимался комплектованием фонда библиотеки и вел строгие правила по сохранности книг. Он придумал ставить вместо книг деревянные муляжи-заместители со значением, какая книга кем и когда взята. Посторонние посетители обслуживались в отдельной комнате. Профессорам же университета разрешалось брать книги на дом. Имя Николая Ивановича Лобачевского – величайшая гордость русской науки и философской мысли. И библиотекари по праву гордятся, что гениальный математик принадлежал к их цеху. Первый набросок новой теории, а именно доклад «Сжатое изложение. Начал геометрии» Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Именно эта дата считается днем рождения невклидовой геометрии. К сожалению, с годами великий ученый начал терять зрение. Последовала отставка, и Лобачевского назначили помощником попечителя Казанского учебного округа. К сожалению, свою последнюю работу под названием «Пангеометрия» он мог лишь диктовать. Как преподаватель и как ректор он всемирно способствовал превращению провинциального учебного заведения в подлинный университет с мировым именем. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюз.